Мы, значит, в прошлый раз остановились на главе, которая называется «Художественное произведение, как предназначенное для чувственного восприятия человека и заимствованное из чувственной среды». Это интересно, конечно, понять, что такое чувственность в гигелевском смысле. Я так понимаю, это в первую очередь эмпирическое познание подразумевается. – Да, возможно. – Да, но еще в прошлый раз, когда мы закончили, насколько я помню, мы говорили о понятии игры. Ты не помнишь такого? – Да, вроде было в конце, да? – Да, и на самом деле я думаю, что, конечно, наш формат подразумевает возвращение к тому, что было, делать какие-то экскурсы в то, что вообще не относится к теме. – Ну да, еще бы самим помнить это все, что там было. – Да, и я думаю, что мы вернемся к понятию игры именно посредством, когда мы будем продолжать чтение. Вот. Ну, не хочется делать это специально, потому что это будет тогда слишком притянуто. – Да, давай, если будут предпосылки, мы обязательно вернемся. – Да, то есть мы, значит, продолжаем следить за красной ручкой. И следующее, что у нас идет, что у нас подчеркнуто, это кое-что про страх. Уж не знаю, почему это подчеркнуто. Значит, я зачитываю. «Страх, например, тревога, опасения, ужас – все это модификации одного и того же чувства, отчасти его количественные видоизменения, отчасти формы, не имеющие никакого отношения к их содержанию и безразличны для него». Согласен ты с этим или нет? – И пока что неизвестно. – Давай дальше. – Значит, именно зачитываю то, что подчеркнуто. «Но присутствие в многообразных формах чувства – это содержание еще не обнаруживает свою существенную и определенную природу, а чувство остается моей чисто субъективной аффекцией и абстрактной характеристики, которой исчезает конкретная суть дела». Что такое аффекция? Это интересно. А слово «аффект», да? – Ну да, да. – В чувстве же эта бессодержательная субъективность, вот это уже настоящий Гегель, бессодержательная субъективность, не только сохраняется, но и является главным, «потому-то люди так охотно предаются чувствам». Вот, теперь ты понял, наконец? Тут наконец-то объясняется, почему люди предаются чувствам. – Ну, кстати, насчет вот это «потому» непонятно, то есть это ничего не объясняет, просто констатация, если это последний аргумент, то как-то маловато, наверное, вряд ли это последний аргумент. То есть как это люди так охотно предаются чувствам, потому что это субъективация? Ну и что это объясняет? А субъективация, по идее, да, охотнее всего присуща, как бы люди охотнее всего клюют, что ли, ведутся за ней, да? – Ну да, но насколько я понимаю, субъективация, она встроена уже в человека, в том смысле, что если бы он не был субъективным, то он бы не был человека в каком-то смысле, обычным таким приземлённым. – Да, но из-за этого предложения непонятно всё-таки, почему человек так, вот так ему это присуще, свои субъективные какие-то тенденции выражать с особой яростью и любовью и запалом. – Хорошо, следующий в таком случае, тут Гейль говорит, что стали требовать культуры, как предварительного условия восприятия, и изощрённая культура чувства прекрасного получила название «вкуса», то есть он тут вводит понятие «вкуса» уже, то есть не он вводит, а он обозначает эти понятия, которые уже… – Да, ну здесь мы просто как бы согласны, я так понимаю. – Ну да, так принято называть это самое «вкусом», здесь нечего особо прокомментировать. – Ну, с одной стороны, нечего, с другой стороны, вкус… – Ну да, с одной стороны, это просто вкус, то есть просто то, что происходит непосредственно, да вот, ты что-то там чувствуешь и можешь назвать «вкусом», «вкусовым ощущением». – Но с другой стороны… – Но он же там немножко конкретизирует. – Да, но вкус же он всегда как-то обусловлен получается. – Ага, ну прочти ещё раз, он же там с прекрасным это связывает. – Ну хорошо, я могу прочесть это полностью, потому что я чувствую, что немного вырванные куски не объясняют. – Но художественное произведение должно не только вызывать чувства, ибо тогда у него не было бы специфической цели, отличной от цели красноречия, историографии, религиозного назидания и так далее, а является произведением искусства лишь постольку, поскольку оно прекрасно. Исходя из этого, стремились отыскать для прекрасного своеобразное чувство красоты и найти соответствующую способность восприятия. При этом скоро обнаружилось, что такая способность восприятия не представляет собой раз навсегда прочно установленного и слепого инстинкта, который сам по себе был бы способен различать прекрасное. Стали требовать культуры как предварительного условия такого восприятия. Культуры выделено. И изощренная культура и чувства прекрасного получила название вкуса. Выделено. Последний, хотя и образован культурой, все же сохраняет характер непосредственного чувства. Ну так. Ну да, я вроде бы даже слышал, что когда мы пытались найти какой-то орган чувств, который отвечает за восприятие прекрасного. Не слышал такого? По-моему не слышал, но в принципе логично, что такое могло быть где-то. Хотя вкус, конечно, понятие в любом случае субъективное. То есть сказать, что, ну понятно, что мы можем сказать, что есть там хороший вкус, дурной вкус, плохой вкус, там какое-то искусство более высокое, более низкое, да. Но сказать, что мы можем взять это математическим, прям объяснить, но это невозможно. Я думаю, ты тут не будешь спорить. Ну да, здесь нету какой-то общечеловеческого такого связующего критерия понятного. Как бы допустим, кто там, допустим, кто бедный, а кто богатый, люди легко могут договориться и понять, да, и признать кого-то богатым, кого-то бедным. Ну да, особенно после Маркса. Ну, кстати, да, хорошее замечание. Здесь есть одно единое, понятное всем, вот что-то, да, в плане вкуса, никакого объективного критерия, никакой единой ценности, которая бы была важна всем, нету. Ну вот далее, поэтому Гейль пишет. Действительная глубина предмета оставалась для вкуса книгой за семью печатями, ибо такая глубина нуждается не только в способности восприятия прекрасного и в абстрактных размышлениях, но и в полноте разума и силе духа. Вкус же ограничивался лишь внешней поверхностью, вокруг которой разыгрываются различные чувства и к которой можно применять односторонние определения. Поэтому так называемый хороший вкус страшится всяких более глубоких воздействий, оказываемых произведениями искусства и молчит там, где начинает говорить сама суть художественного произведения, и исчезают его внешние и второстепенные черты. Ибо там, где перед нами открываются великие страсти и движения глубокой души, речь уже не идет о тонких различиях вкуса и его мелочной возне с деталями. Вкус чувствует, что гений выходит за пределы этой области, ему не по себе перед гигантской мощью гения, и он наступает, не имея ничего сказать. Как тебе? Неплохо, только я, наверное, не совсем согласен. И почему же? Не то, чтобы не совсем согласен, я бы засомневался просто. Ну вот он делает акцент, да, на каком-то таком мощном воздействии, опять же, каких-то общечеловеческих тенденций, да, общечеловеческих вещей, которые всем понятны, и когда речь заходит о них, то вкус отступает на второй план, и все эти манеры и предпочтения, да, уходят. Ну и будто бы как-то есть что-то такое всем нам понятное, ясное, одинаково. Ну, я не уверен, что прямо любой вкус отступит, когда столкнется с чем-то общечеловеческим. Просто какой-то вкус может быть, наоборот, не то чтобы как-то поколеблется при столкновении с общечеловеческими вещами, да, каким-то, а наоборот он будет общечеловеческое презирать, отрицать. И ему то, что вот это вот наиболее понятное и такое вот сильное, которое влияет на всех, оно наоборот будет этому вкусу противно, и он это будет как бы презирать. Ну да. Почему-то вот мне кажется, что продолжение немного связано с тем, что ты говоришь. Это, значит, С, тут еще буквам пронумеровано. Значит, вследствие этого при обсуждении художественных произведений стали заботиться не только о воспитании вкуса и о том, чтобы обнаружить хороший вкус. Вместо обладающего вкусом критика занял теперь знаток. То есть он будет понятен «знаток». Какой-то объективный специалист квалифицированный по вкусу. Да. Мы уже говорили выше о необходимости и положительной роли такого знания в области искусства, заключающегося в основательном знакомстве со всей совокупностью индивидуальных черт определенного произведения. Произведение искусства вследствие его материальной и индивидуальной природы обусловлено многообразнейшими частными фактами, из которых наиболее важными являются время и место возникновения произведения, затем определенная индивидуальность художника и степень технического совершенства искусства. Ну, здесь, по-моему, банальности какие-то звучат пока что. Значит, D мы переходим. После этих замечаний в способах изучения художественного произведения, взятого как чувственный объект его отношения к человеку, как чувственно воспринимающему существу, мы рассмотрим этот аспект его отношения к самому искусству. Альфа. Отчасти в связи с художественным произведением как объектом. Бетта. Отчасти в связи с субъективностью самого художника, с его гением, талантом и так далее. При этом мы не будем касаться того, что может быть получено только из познания искусства в его всеобщем понятии. И вот здесь мы еще не находимся на подлинно научной почве, а остаемся в области внешних определений. Теперь же включается альфас. Пояснение. Художественное произведение обращается к чувственному восприятию. Оно подобно окружающей нас внешней природе или нашей собственной ощущающей и чувствующей внутренней природе. Дано для чувственного ощущения, внешнего или внутреннего. Для чувственного сосерцания и представления. Речь, например, также может быть обращена к чувственному представлению или ощущению. Однако художественное произведение обращается не только к чувственному восприятию в качестве чувственного предмета. А будучи чувственным, оно вместе с тем обращается к духу. Дух должен подвергнуться его действию и найти в нем какое-то удовлетворение. Из этого назначения художественного произведения нам сразу становится ясно, подчеркнуто, что оно не должно быть продуктом природы и обладать со стороны своего естественного бытия естественной жизненностью, независимо от того, будем ли мы продукт природы ставить выше или ниже всего лишь художественного произведения, как обычно пренебрежительно выражаются. И восклицательный знак. Чувственный элемент в художественном произведении имеет право на существование лишь постольку, поскольку он существует для человеческого духа, а не как чувственное само по себе. Какие-то комментарии? Нет пока. Значит, продолжаем тогда, потому что тут идет альфа-альфа. Самым дурным, менее всего подходящим для духа отношением между ним и художественным произведением является чисто чувственное восприятие этого произведения. Оно состоит в том, что мы только смотрим художественное произведение, слушаем, ощупываем его и так далее. Так, например, в часы отдыха после духовного напряжения для некоторых людей может служить приятным препровождением времени бродить, ни о чем не думая, там и сям и что-то слушать, смотреть и так далее. Дух не останавливается на одном лишь восприятии внешних предметов посредством зрения и слуха. Он превращает их в свое внутреннее достояние, которое в свою очередь стремится реализовать себя в вещах, в чувственной форме и относится к ним как вожделение выделено. Ну, я так понимаю, там, где он к духу как-то оперирует, там, скорее всего, нечего и говорить. Ничего и говорить. Ну, для него же дух – это что-то типа трансцендентного такого характера духа. Ну, да, это, на самом деле, сложный вопрос, но… Он всегда там, где он все отрицает, он там всегда дух приплетает. То есть, если это и не это, и не это, и не то, и не пятое, и десятое, значит, это что-то трансцендентное. Как бы, что здесь надо говорить? Не, ну, это хорошо, да, разграничено. Нет, ну, можно комментировать не только в том смысле, что там критично как-то, а просто что-то добавить, как что-то вспомнилось, какой-то пример интересный. В этом отношении желание к внешнему миру человек, как чувственно-единичный, противостоит чувственно-единичным вещам. Он не обращается к ним, как мыслящее существо, со всеобщими определениями, а руководится по отношению к единичным объектам, единичными же влечениями и интересами. Далее смотрим, что подчеркнуто. В то же время субъект, находящийся в плену у единичных, ограниченных и ничтожных интересов своего вожделения, не свободен ни в самом себе, ибо он не определяет себя, исходя из всеобщности и разумности своей воли, ни в отношении к внешнему миру, ибо вожделение определяется предметами и соотносится с ними. Ну, критика. У него здесь, мне кажется, критика обывателя, вот что-то типа такого. Ну, хотя он здесь не критикует открыто, понятное дело, никого, да? Но, как по мне, скорее всего, он все-таки критикует. Критикует какие-то расхожие представления. Ну, чувственное восприятие произведений, произведений искусств. Типа, что недостаточно просто наслаждаться искусством в чувственной его форме, как бы, влияет свои чувства. Ну, да, а нужно делать что-то еще другое. Хотя он здесь никаких директив не дает абсолютно, да? Он вот в форме высказывания не говорит, что так не надо, так надо. Но я так понимаю, что все-таки ведет к тому, что искусство, ну, типа через чувство, но для духа. И что это? Оно только через чувство, но оно для духа, не для чувств. Ну, кстати, да. Поэтому практическое вожделение и ставит органические и неорганические предметы природы, которые могут служить ему выше произведений искусства, оказывающихся непригодными для его целей и доступными лишь другим формам духа. Теперь бета-бета-бета получается. Вторым способом, в котором внешне наличное бытие может существовать для духа, способом, противоположным чувственному созерцанию и практическому вожделению, является чисто теоретическое отношение интеллекта. Оно еще раз что-то не сконцентрировано. Ну вот чисто теоретическое отношение интеллекта. Не-не, ну до этого, это я усвоил. Ну, вторым способом, в котором внешне наличное бытие может существовать для духа, способом, противоположным чувственному созерцанию и практическому вожделению, является чисто теоретическое отношение интеллекта. Мне просто это напомнило то, что ты говорил как-то в нашем разговоре про разум как меч. Вот это вот чисто теоретическое отношение интеллекта, которое как будто, не знаю, препарирует все вокруг. Ну да, ну вообще интеллекту часто придают форму чисто теоретическую, да, но как раз когда я говорил о разуме как о клинке, как раз я хотел сказать наоборот о его практической такой роли и действенной, да, которая может сепарировать, отделять, расчленять, там допустим, опять же, те же чувства от мысли, там сознание даже от чувств. Здесь пока он сказал как бы чисто теоретическое, но у этого такая есть окрас такой какой-то, опять же, теоретический. Нету ссылок, намека на практичность какую-то. Ну, это мы еще посмотрим. Тут вот прям абзац выделен всеми цветами радуги и прям аж подпись есть некоторая. Ну я, значит, зачитаю. Теоретическое рассмотрение вещей заинтересовано не в том, чтобы потребить их в их единичности и тем чувственно удовлетворить и сохранить себя, а в том, чтобы познать их в их всеобщности, найти их внутреннюю сущность и закон и постигнуть их согласно их понятиям. Теоретический интерес оставляет вещи такими, каковы они есть в их чувственной единичности, рассмотрение которой не входит в задачи интеллекта. Ибо разумный интеллект принадлежит не отдельному субъекту как таковому, подобно вожделению, а субъекту, который, будучи единичным, заключает в себе вместе с тем и всеобщее начало. Когда человек относится к вещам в соответствии с этой всеобщностью, то именно его всеобщий разум стремится найти самого себя в природе и тем восстановить внутреннюю сущность вещей, которую чувственное существование не может непосредственно обнаружить, хотя она и составляет его основу. И вот тут есть пометка красной ручкой. Может быть, ты сможешь разобрать? Ой, вряд ли. Ты не смог, да? Сообщение чувственности и... Разумность? Разумного? Разумного... Познания. Разумного познания. Это длинное слово. Разумного. Точно разумного. А, не, не разумного, да. Рационального. Рационального познания, да. Сообщение чувственного и рационального познания. В общем, это, конечно, интересная пометка, но мне кажется, что у нас уже такой формат нашего чтения, он перерастает постепенно в полное чтение книги и каких-то комментариев, ты познаешь как примечания. То есть, как вот были раньше такой... Ну, он, на самом деле, и сейчас есть. Когда берут книгу, пишут комментарии к книге. Причем комментарии там не просто какой-то маленький, а чуть ли не каждая страница прям делает примечания. Хотя, кстати, сейчас это не очень популярный такой, мне кажется, формат. Сейчас, мне кажется, люди немножко уже от этого отвыкли, и им кажется, это очень многословно и ненужно, и поэтому они стараются побыстрее. Даже если какую-то критику сделать, какой-то книги, то можно это взять, вложиться в одну статью, там, все быстренько разобрать, раскритиковать и продолжать. Вообще, то, что я сейчас прочитал, раздел интересный, да, но там есть, опять же, какие-то такие априорные позиции, которые, ну, непонятно, там для Гегеля это уже точка, да, это еще вопрос. Ну да, вот, например, абзац. От практического интереса вожделения художественный интерес отличается тем, что он оставляет свой предмет существовать свободно в его для себя бытии, тогда как вожделение разрушает его, извлекая из него пользу. От теоретического же научного изучения художественного, художественное осмысление отличается тем, что оно интересуется предметом в его единичном существовании и не стремится превратить его во всеобщую мысль и понятие. Вот дело в том, что вот сейчас, я так понимаю, он описал понятие наслаждения у Лакана, вот, точнее, что-то очень похожее. Наконец-то. Хотя Лакан, когда он говорит о вожделении, я так понимаю, это очень сильно коррелирует с понятием наслаждения у Лакана. Ну, кстати, да, слушай, я вот тоже не ожидал, что он будет так подробно говорить об этом. Ну, да, только у Лакана это уже что-то на уровне симптомов, а здесь он, ну, он же не психоаналитик, гигель. Из этого следует, что хотя художественное произведение и не может обойтись без чувственного материала, он должен выступать лишь как оболочка и видимость чувственного. Ну, вот это что он должен, это, ну, допустим, почему он должен. В отличие от непосредственного существования предметов природы, чувственное и художественное произведение возводится созерцанием в чистую видимость, и художественное произведение находится посредине между непосредственной чувственностью и принадлежащей области идеального мыслью. Оно еще не является чистой мыслью, но вопреки своему чувственному характеру уже не представляет самую голову материального существования, подобно камням, растениям и живым организмам. Само чувственное в художественном произведении принадлежит сфере идеального, но в отличие от научной мысли, эта идеальность существует вместе с тем внешне в форме вещи. В скобочках «Очень верная мысль», дописали. Ну, здесь вот опять очень четко видны попытки и даже вера в главное. Такой традиционный, еще даже, наверное, метафизический способ мыслить. Вот вера в главное, понимаешь, он все время говорит о том, что есть главное, историчное, там есть... Ну, конечно. Приоритеты расставлены четко, и он верит в то, что есть зерно какое-то у каждого явления, есть корень, причина и такая вот, знаешь, центральное ядро. Ну да, вообще-то я согласен. То есть, когда он говорит чувства, он говорит всего лишь чувства, он не просто... И, кстати, опять же, что связывает с какой-то метафизикой это все дело, потому что он иерархию расставляет, да, от тела к душе, к чувствам, и дальше уже к духу. То есть, опять же, четко прослеживается эта иерархия. Поэтому здесь его мысль, как бы, традиционно-метафизическая какая-то. Да. И если обращать внимание на вот эти вот термины, он говорит то, что произведение возводится с содержанием в чистую видимость. Вот эта вот видимость ничего тебе не напоминает? И художественное произведение находится посередине между непосредственной чувственностью, принадлежащей области идеального мысли. Ну да, то есть, что мысль – это более важное в иерархическом смысле. Да, через... Чувственность чуть меньше, а видимость... Да, он говорит, что чувственность, она обладает уже каким-то таким идеалистическим характером. У него там вроде как-то там и написано. Как-то так, да? Я ничего не перевернул. Вроде как-то так и написано. Ну да. Чувственность как-то обладает... Но мысль выше, то есть... Да, но он сказал, что тем не менее чувственность или чувства, да, имеют предметную форму, как и обычные вещи, типа камень там и так далее. Да, да. В отличие от интеллектуальности, которая... Ну там, в общем, что вот это, что они обладают предметной формой, вот это достаточно интересно. Тем не менее, по его иерархии пойти должна быть уже не такая форма, как у того же камня. Предметность. Предметность не такая, как у камня, у чувства, а какая-то иная, должна быть более ослабленная, что ли. Ну... Да. То есть, как... Более ослабленная в смысле. Ну, в смысле, я так понимаю, что иерархия прослеживается четко, да, и какое-то качество должно по степени продвижения по вот этой вот оси, иерархичной оси, должно какое-то качество теряться постепенно, а какое-то, наоборот, увеличиваться. И, по идее, если он говорит о предметности вещей, то от обычного физического тела уже к чувственному телу сама предметность, она должна немножко растворяться, как бы распыляться. Хотя он это имеет... Ну, он назвал одним словом. Ну, просто он сказал, предметность вроде бы была. Что такое? Да, еще интересное такое замечание, что чувственное в искусстве адресуется лишь теоретическим внешним чувствам, к зрению и слуху. Между тем, как обоняние, вкус яся заня не участвует в художественном наслаждении. Ну да, это есть такая тоже иерархия чувств. Есть или была? Ну, есть иерархия чувств, согласно которой как раз вот зрение, слух это высшие органы чувств. Как он их назвал, вроде бы теоретическими, да, только что? Вот они теоретически абтрактные. То есть есть иерархия, существует тоже иерархия чувств. Получается, что там... Согласно каким-то там традиционным представлением. Да, ну что интересно, что сейчас в современном искусстве, это, конечно, больше внимания уделяется вот этим вот чувствам типа обоняния и осязания. То есть можно на современных выставках потрогать там, что-то понюхать даже. Да, там тебе еще и запах кустят. Да, и вот что-то в таком духе, то есть... Ну, в каком-то смысле, мне кажется, это деградация искусства, потому что, мне кажется, это только будет замыливать и заслонять как-то вот этот путь, который искусство должно пройти через орган, более тонкие органы чувств к духу. Ну, получается, да. То есть, как ты, допустим, смотришь там на какую-то картину или на что-то, что-то там, да, или слушаешь музыку, и все, и у тебя нет вариантов, один путь как-то проинтерпретировать это, ну, даже не проинтерпретировать, все-таки интерпретация, то есть, это тоже дело духа не совсем то. Ну, то есть, один путь прямой к духу. Ты можешь, как бы, пройти, можешь не пройти. А если у тебя еще здесь и запахи идут, и ты еще и трогаешь, и что-то там, какие-то пластилиновые фигурки. Ну, кстати, я не припомню, все было сразу. По-моему, запахи и... Кстати, возможно, даже... И трогаешь, это все, как бы, отдельные штуки, то есть, отдельные экспонаты. В современном искусстве, кстати, мне кажется, редкость, когда происходит все вместе сразу. То есть, чтобы и видео, и там, и трогаешь, и запахи, и все. Мне кажется, в таком счете, что сейчас... Ну, такую возможность сделать, но почему-то особо не делается. А мне что-то кажется, что как раз есть желание современных вот этих художников и людей искусства прийти к такому полноценному какому-то погружению, типа как кино 5D там, или когда у тебя все тебя и трясет, и... Ну, да, с одной стороны, да. С другой стороны, я просто не видел конкретных примеров такого. Как концепция, это интересная концепция, и ее, кстати, еще... Ну, смотри, если опять же тоже к кинематографу искусству относить, вроде бы относится к искусству. Да, я просто немного о другом искусстве говорил, там, где... Которое находится в... На выставках. На выставках, да, и всего такого. Ну, кинематограф, да, он идет по пути развития все больше и больше. Ну, там как бы развивается четкость изображения, да, то есть она стала в последнее время намного там в разочетче, там, придумали там HD, потом Full HD, потом там 4K, потом там кинотеатры IMAX, там вот эти вот все суперчеткие, и там очки 3D, и тут еще 4D, потом тебя начинает трусить в кресле, еще там тебя водой поливает, это кресло вибрирует, ну, да, это все, конечно, классно, но это все больше идет как аттракцион. Вот у вас, да, аттракцион. Это начинает в искусстве развиваться аттракционская такая... Так вот я к тому же, да, что вот эта вещь как раз... Ну да, это получается, проясняет то, что ты говорил, про падение иерархии и метафизического порядка. Ну, в общем, в строгом смысле я с тобой согласен. Просто я хотел сказать, что задумки о том, чтобы соединить все в одно, они были уже, и, допустим, такой композитор, как Рихард Вагнер, он составлял уже такие, ну, его оперы, его произведения, они как бы были вместе с... Считается, что он первый, как ввел понятие, ну, кроме музыки, там еще было у него много всяких концепций, типа там света и всего такого. Я сейчас не могу как бы рассказать в подробностях, но кого-то заинтересует, я думаю, надо посмотреть, то есть поузнавать, потому что были такие уже концепции. Другое дело, что сейчас современное искусство, все-таки я хотел бы еще о нем сказать, потому что оно... как бы так помягче выразиться, ну, оно разнообразное, да. Но суть в том, что я в нем не вижу именно вот такой компиляции всего сразу, то есть оно вычленяет что-то и показывает, что в принципе правильно, кстати, с одной стороны, то есть потому что искусство в каком-то смысле это ограничение. И, как говорил Честер, суть картины в ее рамке, то есть если бы не было рамки, которая ограничивала картину, тогда бы не было смысла в картине, потому что должны быть какие-то художественные условности и должно быть какое-то начало и конец, да, произведения, чтобы мы могли говорить о нем. Потому что если его нет, если там это сериал, который, ну, например, начался там сто лет назад и будет идти еще неизвестно сколько, то что можно о нем сказать? Да, в совокупности, как в целом. В совокупности, да. О нем ничего не скажешь, то есть все, что угодно можно сказать, но это все будет неосмысленным. А вообще, вот концепция современного искусства, она во многом настоит на том, что, скажем так, если раньше, да, вот там картину художник рисовал и он изображал цветами на картине какое-то изображение чего-то, да, чему-то отсылал, то современные там, ну, не современные, а когда появились абстракционисты, они вообще сказали, что, типа, там, ну, допустим, красный цвет на картине это просто красный цвет. Он там не обозначает чего-то. То есть он не обозначает кровь, например, он не обозначает еще что-то. Это просто красный цвет. И, ну, я говорю об картинах абстракционистов, да, которые не рисуют ничего конкретного. Но в таком случае получается, что это уже в каком-то смысле совсем не является искусством. И с этим даже, я думаю, не будут спорить сами люди искусства. То есть это уже не искусство, когда красный цвет обозначает просто красный цвет. Ну, мне кажется, я не уверен, не совсем разбираюсь, но мне кажется, что это немножко такой вот фарс. Потому что там не было полного смысла. Ну, да, не было, безусловно. Я просто говорю, Скорее всего, претендовали на что-то большее. Я говорю о каких-то, знаешь, таких открытых вещах, когда художник декларирует свой какой-то там принцип. Понятно, что потом в своем творчестве он отходит от этого принципа, но тем не менее он декларирует какой-то принцип. Хотя невольно от него можно отходить. Или невольно, или специально. Мне кажется, просто, наверное, абстракционизм это была попытка вернуться к чему-то более главному. Возможно, к первостепенному. То есть за пределами еще нарратива, за пределами какого-то там этическо-моральных, этическо-моральных каких-то вещей. То есть художник такой, такой он не свою позицию не заявляет, он никого, ничему не учит, никаких, ну, никакого повествования не ведет в своем произведении, а пытается на каком-то действовать уровне более первоначальном. Там, возможно, имеется в виду, что красный не является кровью, но, тем не менее, он сам по себе самодостаточный. То есть достаточно просто сделать красное пятно какое-то, чтобы оно уже было значимым. Но, опять же, значимым не в каком-то таком вот нарративном смысле, как бы для каждого свое. Ну, не совсем для каждого свое, но, может быть, и всеобщее в том числе, да, но без вот этого всего. Но, тем не менее, мне все равно кажется, что отказ от такой символичности в искусстве, он ведет к тому, что искусство отказывается от себя. То есть, если красный цвет не обозначает то, не обозначает все, обозначает просто красный цвет, тогда чем, собственно говоря, искусство отличается от всего остального? то есть, от природы, ну, не знаю, от улицы, от поля, от моря, там, ну, что существует в мире. То есть, мне кажется, ну, по моему мнению, искусство должно выбрать какую-то перспективу, какую-то рамку. Оно должно само себя ограничить в чем-то, какую-то условность иметь, то есть, как игра в данном, в данном, при таких-то условиях, ну, там, у нас это получается так-то. Вот, кстати, мы перешли снова к игре. То есть, это как раз свойство игры, получается, условности. Потому что без условностей может существовать какая-то игра или нет. Как ты вообще считаешь? Здесь посмотреть на этот вопрос. Ну, ты расширь, я не совсем понимаю, безусловности, что ты имеешь в виду. Ну, в том смысле, что в игре нужно быть правило. да, в шахматах есть правило, в футболе есть правило. может быть, игра без правил. Ну, да, участники игры должны как-то эти правила все принять, воспринимать и принимать. Иначе, наверное, игра не организуется, да? Да. Даже, допустим, такая игра, как театральная. то есть зрители и актеры должны в каком-то смысле какой-то пакт подписать о том, что все знают, о чем идет речь, что одни играют и смотрят, что ну. Но если даже там сказать, что наша жизнь игра, то в ней тоже должны быть правила. И эти правила можно считать этическими правилами. То есть этические правила это как правила игры в каком-то смысле. Да, да, да. Не, ну это понятно, почему ты рамки, картины, вот эти все, все, что ты заговорил, как это связано, да? Ну а что противовес можно поставить игре? Или ничего? Противовес? Ну, просто в каком-то смысле это свобода искусства, да, вот, когда мы называем искусством что угодно, разбитая бутылка там искусства, все, что находится там в, написано, галерея, допустим, заходишь туда, и все, что там внутри, это все искусство. Иногда ты просто не можешь понять, это уборщик, допустим, убирает, или это экспонат музея современного искусства. То есть тут все может быть. в общем, я к тому, что такое искусство, но это как бы нечто другое, то есть это не то классическое искусство, которое было раньше, это что-то другое, возможно, это какой-то перформанс, какие-то новые формы существуют, выражения человека, но это уже не то искусство, то есть возможно, другое даже слово стоит придумать, чтобы назвать это. Согласен, мне кажется, сейчас часто цель современного искусства является просто шокировать как-то, знаешь, немножко, что у тебя как-то это все растормошило, там, как ты говоришь, разбитая бутылка, вот ты увидел и как-то тебя это задело, ну, опять же, оно не задевает, но раздражает, что-то необычное, да, вот что-то особенно интересно, как, мне кажется, современное искусство проявляется в странах не очень развитых, то есть допустим, допустим, Украина, у нас ну да, в Харькове даже, да, вот есть какие-то места современного искусства и они выглядят в основном как какие-то подвалы или какие-то такие места, но без ремонта, без ничего и вот тут возникает вопрос вообще это ну, то есть если, допустим, на Западе они специально может быть делают там стену там с полуразбитыми кирпичами бодранные то есть это у них экспонат они такой сделали а у нас как бы тут сплошной экспонат заходишь и вот есть такой в Харькове арт-подвал то есть это реальный подвал просто настоящий подвал в доме он называется арт-подвал там повесили табличку и то есть там делают еще какие-то ну кроме этого экспонаты но само это место как обычный подвал но выглядит как современное искусство и поэтому возникает какой-то парадокс то есть что типа это уже искусство или нужно еще что-то делать чтобы было искусство потому что ты не можешь понять это все довольно забавно поэтому просто перенос там каких-то тенденций модных из одной почвы в другую там из одной страны в другую оно уже меняет весь контекст понимаешь получается что это уже совсем другой смысл приобретает это искусство хорошо значит субъективная деятельность художника характеризуется теми же определениями которые мы нашли объективно существующими в произведении искусства она должна быть такой духовной деятельностью которая одновременно обладает в себе моментом моментом чувственности и непосредственности однако она не является ни механической работой бессознательной сноровкой и чувственных приемах или формальной деятельностью по твердо заученным правилам ненаучным творчеством переходящим от чувственного к абстрактным представлениям и мыслям или же совершающимся всецело стихической мысли в художественном творчестве духовное и чувственное должны слиться воедино ну хорошо вот так так например при создании поэтических произведений можно было бы попытаться сначала воплотить мысль в прозаической форме а затем облечь ее в образы выразить в рифмованные речи и так далее так что образная форма служила бы лишь украшением и внешним нарядом австрактных размышлений однако таким способом можно было бы создать лишь плохую поэзию ибо здесь совершалось бы в качестве раздельных деятельностей то что в подлинно художественном творчестве осуществляется в нераздельном единстве то есть это получается единство формы содержания ну да формы содержания да ну да это подлинное творчество составляет деятельность художественной фантазии она представляет начало разума духа поскольку она активно пролагает себе путь к сознанию однако то что она носит в себе она выявляет в чувственной форме эта деятельность следовательно имеет духовное содержание воплощаемое ею в чувственной форме потому лишь таким способом она может осознать его она лишь может осознать его ну фантазия она ну деятельность дальше можно сравнить это с характером высказываний человека обладающего житейским опытом и вместе с тем глубокомысленного и остроумного который хотя и знает совершенство чего требует жизнь что является субстанцией связывающей людей между собой той силой которая движет ими и проявляется в них все же не может не сформулировать для себя всеобщие принципы этого содержания не передать его другим в общих размышлениях а рассказами о частных случаях действительно ли имевших место или вымышленных адекватными иллюстрациями и так далее уясняет себе и другим то что наполняет его сознание в его представлении все получает форму конкретных определенных по месту и времени образов с именами и прочими внешними обстоятельствами однако такой вид воображения покоится скорее на воспоминании о пережитом о прошлом опыте но само оно не является творческим воспоминание сохраняет и воспроизводит отдельные детали и внешний характер таких событий со всеми сопровождающими их обстоятельствами и следствий этого не выявляет всеобщего самого по себе творческая фантазия художника является фантазией человека великого ума и сердца она схватывает и порождает представления и образы раскрывая самые глубокие и всеобщие человеческие интересы в образном вполне определенном чувственном воплощении из этого вытекает что фантазия несомненно основывается на природном даровании на таланте так как ее творчество имеет в себе чувственные стороны говорят правда и о научных талантах однако наука предполагает только наличие общей способности к мышлению которая в отличие от фантазии не проявляется как нечто природное а как раз абстрагируется от всякой природной деятельности так что будет более правильным сказать что не существует специфически научного таланта в смысле определенного природного дарования творчество же фантазии наряду с интеллектуальными чертами носит характер инстинктообразной деятельности так как существенные черты художественного произведения образность и чувственность должны субъективно иметься в художнике как природные задатки и влечения в качестве бессознательной деятельности они относятся к природной стороне человека природная способность правда не исчерпывает сущности таланта и гения так как художественное творчество является также духовной самосознательной деятельностью однако эта духовная сторона должна заключать в себе природную способность к образному формированию почти каждый может до известной степени преуспеть в том или ином искусстве но для того чтобы вступить в пределы той области где собственно и начинается искусство требуется большой врожденный художественный талант ну это разумеется но тут вопрос возникает по поводу природной природы что ты можешь сказать по поводу того насколько действительно искусство связано с природой не кажется тебе это натянутым сравнение связь это ну не знаю это спешком общий вопрос ну да 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 общий вопрос отлично третий раздел называется цель искусства тут наконец сейчас все прояснится поставь поставь себе вопрос какой интерес руководить человеком какую цель он ставит себе создавая это содержание в форме произведений принцип отражания природе раз то о чем я спрашиваю про природу есть такие вещи он на них говорит но я не знаю о них особо нечего нечего не возразить не прокомментировать ну как будто просто теоретизирует так знаешь вот какие-то подразумеваемые вещи просто проговаривает ну типа того да вот ну да комментировать вроде ты как бы об этом и не думал но если бы ты об этом думал ты тоже бы подумал вот так ну возможно кстати вот не всегда это прямо один в один ну иногда да просто нечего особо здесь комментировать оно как бы не цепляет ни за что вот он сказал ну и хорошо и можно и по-другому сказать и ничего из этого не случится ничего нету ничего не цепляет в некоторых фразах поэтому давай может сейчас что-нибудь забер принцип подражания природе согласно этому воззрению главной целью искусства является подражание под которым понимают умение адекватно копировать образы природы в том виде в каком они действительно существуют считают что удачное выполнение этого соответствующего природе изображения должно дать полное удовлетворение согласно этому определению человек ставит себе формальную цель воспроизвести во второй раз в соответствии с имеющимися у него средствами то что уже существует во внешнем мире и в той форме в какой оно существует но это повторение мы можем сразу же признать излишним делом так как то чему подражают в своих изображениях картины театральные представления животные виды природы события человеческой жизни мы уже имеем перед собой в наших садах или дома или в кругу наших близких и далеких знакомых и все это подражание можно рассматривать как самонадеянную игру так как оно все же отстает от природы ибо искусство ограничено в своих изобразительных средствах и может создать лишь обманчивую видимость действительности и при том лишь для одного внешнего чувства и действительно искусство если оно не идет дальше формальной цели одного лишь подражания дает вместо подлинной жизни лишь ее оболочку турки будучи магометанами и не допускают никаких изображений портретов и так далее когда Джеймс Брюс на своем пути в Абиссинию показал турку нарисованных рыб тот сначала изумился но скоро ответил когда эта рыба выступит против тебя в день страшного суда и скажет ты дал мне тело но не дал живой души что скажешь ты тогда в свое оправдание сам пророк как повествует сумно изрек обоим изрек своим обеим женам омми Хабибе и омми Сельме рассказывавшим ему об изображениях в эпиопских церквах эти образы выступят с обвинением против их создателей в день страшного суда существуют правда примеры совершенно обманчивых изображений нарисованные зевкиксом виноградные лозы которым устремлялись живые голуби чтобы клевать их издавна приводились как пример триумфа искусства и принципа подражания природе к этому старому примеру можно добавить обезьяну Бютнера изгрывшую нарисованного майского жука в развлечениях насекомых Резеля хотя она испортила прекрасный экземпляр ценной книги ее хозяин все же простил ее за это наглядное доказательство превосходного выполнения иллюстрации однако в подобных примерах нам должна прийти в голову следующая мысль вместо того чтобы хвалить художественное произведение за то что они обманули даже голубей и обезьян следовало бы лишь порицать тех кто думая возвысить художественное произведение утверждает что такое произведение произведенное им жалкое действие является его высшей и последней целью в целом можно сказать что при одном лишь подражании искусство не выдерживает состязания с природой и уподавляется к червяку который хочет поспеть за слоном согласен я согласен да но искусство в каком-то смысле должно как-то блин примитивизировать что ли чтобы воздействовать на человека оно должно как-то сократить свой репертуар ну да может быть идеализировать идеализировать да и как же это возможно ну вот через какое-то понимание восприятие или восприятие сути вещей и передачи его уже в виде искусства но не в такой форме в какой оно есть в жизни да а в его обостренной форме идеализированной ну тут да тут я согласен абсолютно более обостренной форме потому что ну нету времени на то чтобы прописывать как это декорацию да там рисовать дело в том что настоящее дело в том что во время когда все очень точно когда все как говорится как в жизни вот мне кажется в эти моменты как раз и способность искусства воздействовать на человека она теряется потому что для меня кажется и наверное не только для меня искусство которое целиком как в жизни оно максимально безинтересное и никак не вообще меня вообще оно не касается до него никакого нет дела ну то есть да если ты просто пишешь видишь какое-то бытописание то что ты каждый день видишь да как бы то зачем тебе еще об этом читать или там смотреть да без подчеркивания без обострений без вот этих вот острых углов даже какой-нибудь там обычной прозе самой банальной наверное если бы она была максимально приближена вот к жизни настолько банально что описывалось прямо все-все-все-все-все как есть наверное это было бесполезно и чтиво и вообще ну и кстати в изобразителе на искусстве тоже я заметил что больше чувств вызывают и как-то влияние и вообще имеют произведения которые как-то более остро более конкретно и с другой стороны ну более идеализировано это вот конкретика идеализации да немножко вроде как противоречивые понятия ну да ну вот Фирель называет тут цели искусства волнение души я так понимаю высшая субстанциальная цель но от волнения души это конечно интересно но какая высшая субстанциальная цель это неизвестно можно даже сказать что искусство вызывая в нас противоположные чувства лишь увеличивает противоречивость страстей и заставляет нас кружиться в вакхическом опьянении или скатываться как резонирующий ум к софистике и скептицизму поэтому часто художник одолеваемый печалью смягчает и ослабляет для себя интенсивность своего чувства тем что изображает его ну это непонятно опять же это то что называется сублимацией да история то что называется сублимацией как бы понятно да вооружение сочувствия также ставит перед сознанием человека содержание его несчастья многократно говоря о своем горе он размышляет о нем и получает благодаря этому облегчению поэтому выплакивание высказывание давящей печали всегда рассматривалось как средство освобождения от бремени этого чувства или по крайней мере облегчение своего сердца там говорит о мотивах а кстати вот тут написано на полях что-то про Фрейда если не ошибаюсь Гей или что-то кто-то пометил ну вот я Фрейд вижу это слово а что с этим написано ну типа набор что вы сказали про сублимацию вспомнили этот человек тоже подметил про Фрейда отметил искусство своими изображениями освобождает в пределах чувственной формы от власти чувственности но создателя типа оно освобождает создателя сознательно создателя а создателя ну да или и наблюдателя и воспринимателя я думаю воспринимателя тоже так должно быть так сколько у нас уже нам пора уже скоро заканчивать я думаю ну да так давай заканчивать в общем я думаю что подрезюмиру какая страница у нас тут говорится о целях искусства в принципе на этом мы и закончим я только зачитаю кое-что последнее значит в духе она выступает как противоположность чувственного и духовного в человеке как борьба духа с плотью когда долг ради долга холодная заповедь борется с особенными интересами горячим чувством чувственными склонностями и побуждениями вообще совсем индивидуально как суровый антагонизм между внутренней свободой и внешней естественной необходимостью далее как противоречие между мертвым внутренне пустым понятием и полнотой конкретной жизни между теорией субъективной мыслью и объективным бытием объективным опытом эти противоположности не изобретены изощренной рефлексии для или школьной философии в разных формах они занимали и беспокоили человеческое сознание с давних времен хотя лишь новейшая культура тщательно продумала их и представила в виде жесточайшего противоречия духовная культура современная рассудочность порождает в человеке этот антагонизм превращая его в амфибию так как ему приходится теперь жить в двух противоречащих друг другу мирах сознание также вынуждено вертеться в этом противоречии и бросаемое из стороны в сторону оно не способно найти удовлетворение ни в той ни в другой с одной стороны человек находится в плену повседневной жизни и земного существования страдает под гнетом потребностей и нужды его теснит природа он опутан материальными делами чувственными целями и их удовлетворением порабощен и охвачен потоком естественных влечений и страстей с другой стороны он возвышается до вечных идей до царства мыслей свободы дает себе в качестве воли всеобщие законы и определения снимает с окружающего мира покров его живой цветущей действительности и разлагает его на абстракции дух утверждает свое право и достоинство лишь в бесправии угнетении природы которую он заставляет терпеть те же бедствия и насилия какие он сам испытывал от нее достоинство и что с этим всем можно делать я не понимаю как этот дух противоречит природе тебе не кажется это странно достоинство насколько я понимаю у гегеля дух он действует в природе сквозь природу ну хорошо трудно размышлять о понятии природа под этим подразумевать что все если все тогда это вообще можно просто ликвидировать если если уже и дух действует в природе тогда получается природа это вообще все тогда это можно опустить со скобки вынести ну в принципе да просто когда стоит вопрос а вот природе в природе в природе в природе непонятно где все-таки ну я думаю что здесь имеется ввиду в плане уже ставшее знаешь природа это уже ставшее бытие а дух это как бы развивающиеся это как более высшее получается вообще если говорить о том что ты как о духе все-таки о том что наиболее его близким как бы собратом является мысль тогда здесь противоречия нет почему дух противоречит природе то есть мысль она противоречит природе природным явлением мысль вообще разум это как антиприрода мысль как антиприрода а разум как антиприродное тело и вот и вот гегель говорит о том что в противоположность мы утверждаем что искусство призвано раскрыть истину в чувственной форме вот что нужно сделать изображать изображать указанную выше примиренную противоположность и что оно имеет свою конечную цель в самом себе в этом изображении и раскрытии ибо другие цели как например назидание очищение исправление зарабатывание денег стремление к славе и почестям не имеют никакого отношения к художественному произведению как таковому и не определяют его понятия вот так-то в самом себе на этом в самом себе и точка в самом себе да это чисто гегельское понятие мы его думаю обсудим